Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Как понимаете, сегодня я хочу рассказать вам про коррекцию кожи вокруг глаз. Думаю, никто не станет спорить, что с определенного возраста это уже дело такое тонкое, со своими нюансами, со своими правилами. Конечно же, далеко не все средства для маскировки кожи под глазами на косметическом рынке подходят для нашего с вами прекрасного возраста. Я скажу больше, если регулярно использовать неподходящие нам продукты, кожа, конечно, станет выглядеть гораздо хуже. Она будет более сухой, появится большее количество, ну логично, да, морщин. Я, конечно, сейчас буду говорить совершенно банальные вещи, но есть, естественно, нюансы, которые я учитываю. Сегодня я с удовольствием покажу вам 10 продуктов для кожи вокруг глаз, которые я сейчас использую. Да, так много бьюти-блогеров, конечно же, по-другому не бывает, а у косметических маньяков тем более. Не все эти средства относятся к категории маскирующих. Есть основы, есть продукты, которые сочетают в себе уход и маскировку, такие легкие, нейтральные, не сильно заметные, но обо всем по порядку. Я начну, наверное, с самого дорогого продукта из этой категории в моей косметичке, по цене, разумеется, дорогого. И это Эрбориан BB крем для области вокруг глаз. Почему именно я хотела с ним познакомиться? Потому что это продукт 3 в 1, который разглаживает морщинки, который увлажняет кожу, который маскирует эти самые морщинки и неровности кожи под глазами. Это не сильно плотный продукт, но и не жидкий. У него очень приятная такая текстура, довольно податливая, хорошо разносится, особенно если ее вбивать. У него очень удобный тюбик, очень удобный носик. Извлекать продукт тоже, еще раз повторю, очень-очень удобно. Под глазами я его не ощущаю, он лежит очень однородно, естественно, немножко подсвечивает кожу. Мне нравится, как он выглядит. Он действительно ухаживает за кожей. Никогда, ни разу у меня не было ощущения какой-то сухости, даже если посмотреть на себя в зеркало вечером, ничего подобного нет. Но есть минус, ну для кого-то большой, для кого-то не очень. Минус в том, что он нестойкий. Я брала его в поездку в Южную Корею и, соответственно, когда вы в путешествии, да, вы утром из дома выходите и поздно вечером уже приходите. По крайней мере, у нас так было. И я уже пожалела на тот момент, что его взяла. Да, плюс у меня не, кожа под глазами абсолютно не была сухой, но к вечеру, к вечеру этого бибикрема уже не было на веках. Вообще ничего, очень хорошо было видно мои там какие-то круги под глазами, да, вообще кожа была абсолютно естественная и маскировки никакой не было. Вот, поэтому этот крем очень хорош именно как уход. Он действительно натурально, естественно, хорошо смотрится на возрастной коже, но еще раз повторю, он нестойкий. В любом случае, меньше четверки я ему точно поставить не могу, потому что вот для возрастной кожи он идеален. Если бы он еще хорошо держался, то ему вообще цены бы не было. Следующий продукт, который, на мой взгляд, действительно мечта для возрастной кожи, хотя тоже со своими нюансами я сейчас вам об этом расскажу. И это увлажняющий консилер для области вокруг глаз от Benefit. Я уже покупаю его во второй раз, сейчас упаковка немножко изменилась. Первый раз она, по-моему, была такая какая-то блестящая, сейчас вот такая розовая. И что это за продукт? Продукт увлажняющий. И если посмотреть близко, то видно, что сам маскирующий, да, вот этот пигмент, он находится, то есть вокруг этого маскирующего пигмента находится увлажняющая основа. Из плюсов это, конечно, хорошее увлажнение. Вот не меньше 6 часов у вас кожа под глазами отлично увлажнена. Хорошо наносится, нормально держится, не могу ничего плохого сказать. Очень приятная текстура. Кстати, советую вам все-таки брать единицу, а не двойку. Я взяла во второй раз двойку, и она желтовата. Вот на загар, да, двойка. А если вот во все остальное время года, блин, что я несу. Если его использовать не летом, то 0,2 для меня слишком желтый оттенок. Ну, вот так получилось, выбрала я как-то неудачно. Хотя выбирала не онлайн. Бывает, что называется. Так вот, еще раз повторю, это действительно увлажняющий продукт. Не так, знаете, бывает, что производитель пишет, что там увлажняет кожу, вы наносите и вообще ни о чем. Нет, здесь реальное увлажнение. Но вот тут и кроется такой, ну, минус, не минус, нюанс, наверное. Что вот эта часть увлажняющая, она действительно такая довольно жирная, да. Она довольно такая, как сказать, блестящая. Когда вы наносите на веки, у вас вот этот блеск, не преломление, да, сияние, которое скрывает круги, там, не знаю, морщинки, еще что-то. Нет, вот именно такой жирноватый, что ли, блеск, он есть на веках. Его видно очень-очень хорошо. Поэтому вот это для меня минус. Я сверху на вот этот консилер всегда наношу пудру, специальную пудру от Эльф. К сожалению, я ее не принесла, но уже сто раз вам об этом говорила, о ней рассказывала. И ссылочку внизу на нее оставлю. Так вот, вот это абсолютно мельчайшая пудра, пудра Вуали. Вот ее я сверху наношу, то есть прибиваю этот, прибиваю, прибиваю. Наношу сверху на этот консилер, и тогда получается вот то, что надо. Кожа увлажнена, очень долго, хорошо выглядит. Кстати, он отлично маскирует, и все прекрасно. Еще раз повторю, очень хороший консилер для возрастной кожи, ну, по крайней мере, по моему скромному мнению. Следующий продукт меня реально удивил, и когда я его заказывала, честно говоря, чего-то особенного не ждала, хотя отзывы были довольно-таки хорошие, и я говорю о продукте от Фаберлик. Это кислородная линейка, и это консилер, который имеет довольно интересную текстуру. Это какая-то полукрем-полувода, не то, что она жидкая. Нет, текстура не жидкая, но когда вы наносите, такое ощущение, что это влажный крем, что ли. Очень хорошо наносится, отлично распределяется, хороший дает светоотражающий эффект. Я, честно говоря, реально была, ну, очень-очень рада. Мне понравилось, как этот консилер смотрится на коже. Я сегодня, кстати, вот его наносила. Он не дает суперплотного покрытия, за которым, собственно говоря, я и не гонюсь, и не раз уже об этом говорила. Его можно наслаивать, это огромный плюс. Если вам кажется, что слишком мало, через какое-то время, когда впитается первый слой, нанесите второй. Я не думаю, что как-то сильно изменится ситуация, но чуть плотнее он все-таки станет, но при этом абсолютно не будет смотреться нагромождением, какой-то маской под глазами, чем-то неестественным, некрасивым. Нет, хороший консилер, просто, я бы сказала, отличный. Мне очень понравилось, как он работает. Стойкость. Ну, я его использую еще не очень долго, но не заметила ничего такого, чтобы там он как-то к вечеру куда-то пропал, как, например, BB крем от Эрборин. Нет, поэтому за свои деньги, если учесть, сколько он стоит, это отличная бюджетная находка, я бы сказала. Ну, что уж тут скрывать, очень хороший консилер, мне понравился. И самые главные вещи, которые меня интересовали, это, конечно же, чтобы он не сушил, он кожу не сушит. Она не выглядит пересушенной ни через час, ни через три часа. Поэтому я им очень-очень довольна. Следующее средство, это моя новинка, и довольно удачно, я им довольна. Это HD консилер от марки My Care Forever. И это, насколько я знаю, новая версия. Она, ну, опять же, читая отзывы, потому что с первой версии я не знакома, она более, ну, сияющая, что ли, свето-преломляющая. Вот это продукт как раз для тех, кто любит поплотнее. Он довольно хорошо маскирует, особенно, опять же, если его чуть больше наслаивать. Он действительно преломляет свет, но, опять же, нет такого, знаете, прямо блеска, сияния неудержимого, который, ну, вообще не всегда уместен, наверное, да, для девушек постарше, повторю. Вот, и он хорош на каждый день, его можно использовать. Для меня, значит, из минусов, что немножко, все-таки, по прошествии времени, ну, наверное, пару часов, так как морщинки все-таки есть, он не сильно цепляется, что ли, на коже, он может немножечко в них все-таки провалиться. Не так, что прям критично и ужасно, нет, но не идеально. Тем не менее, мне очень нравится этот продукт, я его с удовольствием использую. Можно в прошествии какого-то времени, если у вас есть, конечно, возможность, немножечко его, как бы, перераспределить, что ли, чуть-чуть там по морщинке, чтобы он встал на место, что ли, вот. Во всем остальном, мне нравится продукт плотный, не сушит кожу, не увидела ничего такого страшного. Нет у него матового такого пудрового финиша, он довольно хорошо смотрится. Что касается, кстати, оттенков, я просто их сейчас не разгляжу, как минимум, и под видео, когда буду оставлять название всех продуктов, там все напишу оттенки, какие есть у меня. Так что, если вы стремитесь к хорошему, более плотному покрытию, то очень даже можно вот этот HD-контилер рассмотреть, потому что, еще раз повторю, он не делает никаких гадостей на вашей коже, то есть он предательски не будет ее пересушивать, и она никак не будет страдать, поэтому, что нам еще нужно? Следующий продукт тоже довольно интересная для меня новинка, но появился он у меня не вчера и даже не позавчера, я заказывала его перед поездкой в Москву, по-моему, это было зимой. Так вот, это средство для тех, кто любит вот такой или макияж без макияжа, или очень редко делает макияж, и хотелось бы что-то вот прямо нейтральное, натуральное, с легким маскирующим эффектом. Вот у этого продукта шикарный состав, он действительно очень хорошо ухаживает за кожей, у него в составе много растительных ингредиентов, какие-то фруктовые экстракты, то есть у него вот, это как раз вот тот самый продукт, когда уход, хороший уход, плюс маскировка. Но маскировка очень-очень легкая, у него средняя текстура, и изначально кажется, что она плотная, то есть когда вы наносите на веко, вроде как много ее, да, она такая вроде как высоко пигментированная, но на самом деле, после того, как вы вобьете этот продукт или как-то нанесете другим способом на кожу век, у вас ничего, в общем-то, на коже не остается, это легкий маскирующий эффект, у него такой явный желтый потом, поэтому очень хорошо нейтрализует синеву. Конечно, если явные темные круги под глазами, и вы стремитесь всеми способами их замаскировать, то это не ваш продукт, это как раз, еще раз повторю, средство, которое не будет обозначаться на коже, будет очень натурально выглядеть, будет слегка маскировать темные круги, да, еще я заметила такую вещь, что он хорошо снимает отеки, это тоже, как минимум, будет не лишним. Считаю это средство отличным продуктом для возрастной кожи, потому что он не обозначает морщинок, потому что он не сушит кожу, потому что он выглядит а-ля натюрель, и, понятное дело, не всегда мы вот, допустим, я не всегда вот с таким макияжем ярким, как снимаю ролик, иногда хочется что-нибудь такое легкое, хотя макияж я делаю практически всегда неправильно, макияж я делаю всегда, когда выхожу из дома. Ну и также я еще раз повторила один из самых любимых мною продуктов для маскировки кожи под глазами, это консилер от Clorance, первый раз, когда я покупала упаковку, наверное, мне, ну, года на полтора ее хватило, да, а может быть даже больше, не помню. Вот, и почему он один из лучших, на мой взгляд, конкретно для моей кожи, для потребности моей кожи, потому что, ну, недостатков у них, у него я для себя не нахожу. Он довольно плотный, неплохо маскирует, но при этом его не видно практически на коже. Когда вы его только начинаете наносить, такое ощущение, что так много пигмента сейчас, как вот это вот все таким вот огромным слоем на меня ляжет, ничего подобного, очень быстро он как бы распределяется, впитывается, и остается вот ровно то, что нужно. У меня, конечно, как и у любой другой женщины, бывают периоды, когда кожа лучше выглядит, хуже выглядит, и вот если по каким-то причинам под глазами, прям вот сахара, что бы я ни делала, это не всегда зависит, естественно, от ухода, разные есть периоды в жизни женщины, вот, тогда я использую его, потому что я точно знаю, что он ничего не подчеркнет, что он не усугубит ситуацию, что он не сделает мои морщинки еще более явными. На мой взгляд, это, ну, практически тот самый идеальный продукт для кожи вокруг глаз, еще раз подчеркну, для меня, потому что, ну, минусы. Если вот так придираться, какой может быть минус? Ну, может быть, я бы хотела, чтобы он вот на долю какую-то, маленькую-маленькую долю лучше маскировал, да, но при этом оставался бы таким незаметным. Ну, наверное, это невозможно, по крайней мере, пока я такого не встречала. Поэтому, наверное, если бы я какие-то подводила, вот, не знаю, места бы ставила, то, скорее всего, на сегодняшний день на первом стоял бы именно он. Друзья, это еще не все, как понимаете, да, далеко не все, так что продолжаем. Есть еще один классный консилер, который, на мой взгляд, идеально подойдет для возрастной кожи, несмотря на то, что это совершенно бюджетный вариант, я вам, кстати, его уже показывала. Это HD консилер от Clorans, не помню, это весенняя новинка. У нее очень-очень тонкая кисточка, он, знаете, очень сильно по действию, да, по текстуре похож на Фаберли, который я вам показывала. У него вот такая тонкая, очень удобная кисточка, можно наносить прям вот точечно, куда хотите. У него не плотная, не сильно плотная текстура, но при этом он неплохо маскирует, это удивительно. Он не сушит кожу, по крайней мере, мне, я не видела ничего такого прям критичного, чтобы прям я сказала, а, нет, ну, может быть, там в какой-то мере, как многие маскирующие продукты, да, но вот критичного ничего нет. Меня это все время удивляет, именно потому, что недорого стоит этот продукт, но он качественный, он реально кое-качественный и для кожи вокруг глаз, возрастной. А сегодня, как понимаете, я упор, как и во всех других своих роликах, делаю именно на это. Это очень даже неплохо. Очень советую обратить на него внимание, ну, я процентов на 80, уверена, что он вас не разочарует. Ну, и последний консилер, но не последний продукт из сегодняшнего видео, это Maybelline. Я уже довольно много его использовала, и когда я его только покупала, начала использовать, я его довольно сильно так хвалила. На сегодняшний день я могу сказать, что он тоже неплох, я его время от времени использую, но он все-таки чуть больше сушит кожу, чем те средства, о которых я вам сказала. Его идеально наносить под базу, о которой я вам сейчас расскажу, и вот тогда все гораздо-гораздо лучше. Вообще, этот консилер разработан для возрастной, как бы для возрастной кожи, потому что он так и называется, Anti-Age. Из того, что нравится, это то, что он хорошо маскирует, достаточно нанести его один раз, и, в общем-то, небольшое количество для того, чтобы, ну, он скрыл много, я, наверное, так можем сказать. Из того, что не нравится, это то, что он немного подвижен, что ли, на коже, потому что по прошествии какого-то времени, ну, наверное, часа 3-4, он уже может в морщинку немножко опускаться. В общем и целом, мне нравится этот продукт, как видите, я им пользуюсь, но если говорить, что он уж такой уж Anti-Age, то скорее нет, потому что все-таки некая сухость на коже присутствует после его использования, и если мы будем применять основу, базу или праймер, то тогда выглядеть будет это все гораздо лучше. У меня на сегодняшний день есть два отличных праймера для кожи вокруг глаз, причем один специально предназначен для этой области, другой просто увлажняющий праймер для лица, который отлично также и работает на коже вокруг глаз. Зачем нам нужны праймеры? Я вообще не использую их каждый день, я использую, если я выхожу утром из дома и знаю, что я вернусь только вечером, то есть у меня будет насыщенный день, если я иду просто за хлебом, образно говоря, да, то оно мне и не надо. Вот, но безусловно, просто недооценивать этот продукт не стоит. Конечно же, кто-то не любит возиться, 50 слоев макияжа наносить, но тогда праймер вам будет необходим по случаю, и он для нас, девочек, постарше просто необходим. Почему? Потому что это такая некая защитная пленка, которая не дает как раз консилеру проваливаться в морщинки. Миллион раз уже об этом рассказывала, банальности, но, девочки, я не могу, конечно, для полноты картины не повторить это снова. Так вот, есть бюджетный вариант и есть похожий вариант, более дорогой. Бюджетный это увлажняющий консилер для области вокруг глаз от Эльф. Это такая слегка сияющая белая текстура, ну, как бы белая она изначально, когда вы наносите, просто текстура, которая чуть-чуть осветлит кожу под глазами, она абсолютно не сушит кожу. Настолько приятное такое ощущение, знаете, видно, действительно кожа увлажнена, кожа сияет, и когда вы наносите сверху консилер, то вообще все, можно сказать, ну, очень-очень хорошо, даже если есть какие-то большие проблемы с кожей вокруг глаз. Очень советую, попробуйте, абсолютно бюджетный продукт выровнит вашу кожу, консилер будет лежать ровно, морщинки не будут обозначаться, кожа будет подсвеченная, увлажненная, просто отличная. Конечно же, нужно понимать, что это не уход, и это абсолютно вот праймер, он абсолютно не исключает вашего крема, он обязательно должен быть на коже, да, но после того, как он высохнет, когда он впитается, ваш крем высохнет, после того, как впитается ваш уходовый продукт, вот сверху можно нанести вот такой праймер, и, ну, наверное, я бы, наверное, сказала, минут через 3-5 уже можно наносить ваш консилер, и вы увидите, насколько изменилась ваша кожа, и насколько лучше она стала выглядеть. Ну, еще один отличный увлажняющий праймер от MAC, и именно за счет своих увлажняющих функций вы нам можете его наносить не только на лицо, но и на область вокруг глаз, проверено на себе, работает просто шикарно, очень приятная текстура, выравнивает кожу, кожа сухой никогда не бывает с использованием этого праймера, чтобы вы сверху не нанесли, даже самый-самый, не знаю, сухой какой-то продукт, который, ну, по крайней мере, является сухим для вашей кожи, все равно все будет хорошо, ну, как правило. Кожа подсвеченная, кожа ровная и кожа увлажненная, что еще нужно? Отличная палочка-выручалочка, я покупала вот в таком маленьком объеме, вот сейчас мы как раз собираемся в Хабаровск, я думаю, что я повторю свою покупку, у нас в Комсомольске-на-Муре марка Мак не представлена, как и многие другие, что-то скрывать, вот, и я его еще раз обязательно куплю. Я очень довольна этим продуктом и, как понимаете, наношу его на область под глазами, в том числе и вам советую. На этом, пожалуй, все, я очень надеюсь, даже нет, я уверена, что это видео вам обязательно пригодится и будет для вас полезным, поэтому сохранять его в избранное, возможно, у вас намечается шоппинг или вообще консилер какой-то новый хотите попробовать, вот что-то из того, что я вам показала, очень даже может вам пригодиться. Но, понятное дело, нет предела совершенства, я постоянно нахожусь в поиске чего-то нового, появляется новый продукт, это всегда интересно и тут такой бесконечный процесс, поэтому я вам буду очень признательна, если вы в комментариях напишите про свои любимые средства для маскировки области под глазами, пишите о своих любимцах и о своих нелюбимцах, потому что любая информация всегда, конечно же, важна, и я считаю, что ролики бьюти-блогеров, они полезны не только той информацией, какой делится с вами, да, блогер, но и комментариями, потому что очень много всего интересного можно прочитать в комментариях, чей-то опыт, да, какие-то интересные продукты. Я, кстати, довольно много продуктов покупала по, вот, именно по отзывам своих зрительниц, поэтому обязательно пишите, не скупитесь. На этом все, всего вам хорошего и, конечно же, до встречи на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok